Немков Хадис, я думаю, этот бой будет где-то в ноябре. Я предложил этот бой Сослану Азбарову. Максим Дивнич хотел выстрелить в Санкт-Петербурге на День России. Резко вниз, попробуй за ноги. За ноги попробуй. Привет всем, меня зовут Вадим Тихомиров и вчера я вернулся из Санкт-Петербурга с турнира «Наше дело», а уже сегодня все-таки закончил видеорепортаж. Ну да, я не умею их делать очень быстро. Что здесь будет? Эмоции Вадима Немкова, которого я снимал все пять раундов по ходу поединка его старшего брата Виктора с Шамелем Гамзатовым. Получилось насыщенно и я не так часто видел Вадима таким. Поговорили с Арменом Гуляном про перспективы лиги «Наше дело». Может ли состояться бой Сослана Азбарова с Артемом Вахитовым? Планировался ли поединок Максима Дивнича? И о многом другом. Ну и бонусом немного поговорил с самим Вадимом, который секундировал своего брата о том, сильно ли он волнуется и в чем секрет успеха лоу-киков братьев Немковых. По-моему, получилось неплохо. Извините, что я так долго делаю эти ролики. Хорошую спортивную одежду производит бренд Коваро. Ребят, не так давно открылся офлайн-магазин в Метрополисе, да и заказать на сайте можно все позиции. Сам я регулярно бегаю в леггинсах, шортах и футболках от этого производителя и могу порекомендовать вам. Левый рукой, видите? Пошел, хорошо. Начинай, не надо его ждать. Дерни, 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 дерни. Не заряжай, смотри, краснавь, смотри. Хорошо, хорошо, вот так там. Легче выбрасывай. Легче выбрасывай. Левой рукой встал. Расскажи, сложно секундировать брата, который еще и старший брат. То есть обычно, мне кажется, он тебя как бы там направлял, советовал, а тут тебе пришлось давать советы. Не, ну мы всегда стараемся друг друга поддерживать, секундировать друг друга, потому что братский голос все равно ближе, наверное, как-то. Спасибо, поздравляю вас с его. И его слышишь, наверное, сильнее чем всех, наверное. А так, волнительно очень брата поддерживать. А вот как иногда люди говорят после драки, до сих пор трясет. Можешь сказать, что тебя еще до сих пор немножко держит там адреналин сейчас? Нет, чуть-чуть держит, но в принципе отпустило уже. Уже первые минуты 3-4 держал, конечно, после объявления победителя. Но я же знал, что выигрываем бой. Метло, окей. За ним, Витя. О, хорошо. Первый, 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 первый. Начинай сам. Начинай сам, 3 удара надо. Так, скорее, на 100, чуваки, 2. Работа, работа, Витя. Пересяжай, не пересяжай. Пересяжай. Не дергивайся, не дергивайся, не дергивайся. Скачай внизу, внизу включай. О! О! Таня сам. Дальше, дальше, дальше. Еще, еще, по плюну. Козел, не надо ждать. Левая, левая, постоянно левая. О, и к нему, к нему ведь. Когда ты сильнее всего заволновался? Ну, когда Витек пропустил во втором раунде. И во втором раунде он чуть засуетился. Такое ощущение, что не знал, что делать. А потом в третьем раунде поймал свое движение, свою волну. И понял, что сильнее в борьбе. Когда секундируешь русскоговорящего спортсмена, он уже слышит подсказки. Ему там как-то надо все это сказать, чтобы... Если буду кричать, делай проход ноги, соперник будет встречать коленями снизу. И может плохо закончиться. Хоть сейчас, парень. Хороша! Велизистрирование. О-о-о-о! А-а-а! Возьми за ноги, скинь туда, ему ногу. Да, да, да. Застаивайся. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, 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 да. Резко вниз. Резко вниз. Попробуй зацепить. Попробуй зацепить. Руки на пояснику и подломи его. Руки на пояснику. 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 Много приятных слов от людей, которые являются экспертами в этой сфере, именно единоборств, и тех людей, которые, знаешь, есть люди, которые гики, которые в чем-то очень сильно погружены. И вот они эту историю оценили, и мне кажется, со временем пойдет общее, как сказать, признание аудитории, когда они увидят, что мы правда эти смыслы придерживаемся, и тех смыслов, которые обозначают, что мы идем в этом направлении, и мы делаем истории как конкурентные, так и стараемся их медийно раскрывать. Это, я думаю, главное преимущество наше. Я не так давно в интервью Миши с Вестником А говорил, канал Вестником А, о том, что если нас сейчас в данный момент сравнивать с тем форматом, в котором мы выходили в прошлом, шоу-формат, еженедельные выпуски, то да, наверное, там, если смотреть только по охватам, они стали меньше. Но если нас сравнивать с организациями, которые работают так же, как мы в профессиональном формате, то в медиаплане мы их очень сильно переживаем. И те же самые наши пресс-конференции, которые там на Рутюбе смотрят, там, пресс-конференция Грози на Оливейро на Рутюбе собрала 700 тысяч, на Ютюбе 300 тысяч. То если взять сравнение с другими лигами, ACA, RCC или другими лигами, которые в профессиональном формате стараются выстраивать карты, то в медиаплане мы тоже вытягиваем неплохо. А тебе не обидно, что Мурат из такси остался без работы? Мне не обидно. Я думаю, Мурат все равно найдет, где ему драться и что ему делать. Он очень востребован. И я вам скажу, как есть, Мурат по общим охватам, просмотрам своих боев перекрывает большинство спортивных поединков, которые у нас есть в России. А Макс Дивнич может еще подраться? Вот вы как-нибудь сообщались там за последний год на тему его поединка. То есть видно, что он сейчас там совсем другим занимается, но насколько он как профессиональный спортсмен еще может быть актуальным? Максим Дивнич хотел выстрелить в Санкт-Петербурге на День России, но ввиду определенных обстоятельств, его занятости, каких-то событий, он больше уделил внимания именно общественной своей деятельности. То есть вы вели переговоры о том, чтобы он здесь подрался, да, получается? Да, мы общались о том, что 12 июня у него был бы здесь поединок. Максим сообщил, что Армен, к сожалению, ввиду определенных своих мероприятий, я не могу в должной мере подготовиться, а я уже не могу. Он уже такую ошибку совершал в прошлом своем поединке и не хотел опять подводить публику, которая за него болеет.